Искусственное оплодотворение в Южном Казахстане скоро станет совершенно обычным делом, считают специалисты. Министерство здравоохранения и социального развития выделили квоту на систему ЭКО. Эта услуга впервые станет доступна в медицинских учреждениях Шимкента. Уже несколько лет на базе областной клинической больницы работает Центр экстракорпорального оплодотворения. Благодаря слаженной работе специалистов на свет здесь появились более 15 детей. Супружеская пара приходит к нам для установления диагноза бесплодия. То есть все начинается с обследования. После полного обследования и выяснения причины бесплодия мы начинаем непосредственно само лечение бесплодия. Женщина проходит курс гормональной стимуляции. Когда наступает время забора яйцеклеток, забор яйцеклеток непосредственно проводится в пункционной комнате. После забора фолликулярной жидкости передается в эмбриологическую лабораторию, где ведется непосредственно сам поиск ооцитов, то есть яйцеклеток. Процедура экстракорпорального оплодотворения заключается в том, что само оплодотворение, слияние женской и мужской половых клеток происходит в специальных лабораторных условиях. Эффективность ЭКО составляет от 40 до 50%. Для получения направления на ЭКО супружеской паре, страдающей бесплодием, необходимо встать на диспансерный учет по месту жительства и динамически наблюдаться. После соответствующей подготовки медицинских документов врачи первичной медико-санитарной помощи направляют документы в управление здравоохранения для решения вопроса направления бесплодных пар на ЭКО. По неофициальной статистике, каждая седьмая семья в Казахстане имеет трудности с зачатием ребенка, говорят врачи. Для третьей единственной возможностью иметь детей является экстракорпоральное оплодотворение. В настоящее время в стране работает 10 центров, 7 из которых частные. Ежегодно в Казахстане делается около 3,5 тысяч программ искусственного оплодотворения. За 16 лет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий в республике родились около 6 тысяч детей.